Альфия Мукожанова рисует с раннего детства. Вспоминает, что первый рисунок нарисовала в 4 года. Считает, что в ее становлении как художника большую роль сыграло окружение. У меня родители рисуют, и папа, и мама, и сестра у меня профессиональный художник. Она ходила в художественную школу, она ее закончила. Я, конечно, как младшая сестра всегда повторяла все за ней. Она приходила, те задания, которые она выполняла в школе, повторяла все я за ней. Рисовали все. У меня двоюродные сестры, двоюродные братья, все рисуют. Альфия может рисовать все, однако предпочитает писать портреты. Еще одно направление, которое пользуется популярностью у молодежи – шаржи, она также исполняет. Рисование пока что ее хобби, но планы грандиозные. Вместе с мужем, тоже художником и дизайнером, они создали страницу в Инстаграм, где показали свои работы. Идея оказалась успешной, степногорцы узнали о современном талантливом художнике. Куандык Данияров, преподаватель изобразительного искусства, считает, что художник должен быть патриотом своего родного края, воспевать природу, настроение своего народа, родины и отношения свое показывать в своих работах. Художник – это очень большое понятие. Не каждому дано, чтобы видеть прекрасное. Прекрасное оно существует вокруг нас всех. Обыденный человек не замечает это. А вот художник, он видит все это прекрасное. И он это прекрасное отображает и доводит до людей в виде каких-то работ и показывает свое отношение к сердцу и душу. Куандык Данияров любит свою профессию и радует детей. Творческий подход к окружающему миру не дает быть равнодушным. Так учителю из-за пришла в голову идея по украшению двора школы с нежными скульптурами. Все начиналось со снежного Деда Мороза и Снегурочки. А теперь дети сами просят слепить героя их любимого мультфильма. Интересной свою профессию считает и преподаватель детской художественной школы Ирина Назаренко. Потому как они готовят таких специалистов, которые в будущем становятся дизайнерами, архитекторами. И достижений у детей, посещающих художку, немало. У некоторых есть и международные награды. Мы работаем с детьми. И именно работаем с детьми, я бы так сказала, неординарными, неповторимыми детьми. А у нас в городе их очень много. То есть, получается, дети к нам приходят не просто провести время или поработать для себя, а именно и поучиться, и получить какие-то навыки изобразительного искусства, но и в конечном итоге получить профессию. Я, конечно же, свяжу свое будущее с рисованием, потому что мне нравится этим заниматься. И скорее я буду дизайнером одежды. Я планирую связать свое будущее с искусством и рисованием. Скорее всего, я мечтаю открыть свою художественную школу и стать там преподавателем масляной живописи. Всех степногорских художников объединяет одно – любовь к родному городу, к родному краю. Живя здесь, они ценят его красоту и воспринимают его таким, какой он есть, настоящим. Если бы у меня была возможность нарисовать наш город Степногорск заново, много я бы, наверное, не меняла, потому что это действительно мой любимый город. Я здесь родилась, я здесь живу 27 лет. И единственное, что я бы добавила, просто парки аттракционов для детей. Как бы город у нас такой семейный, все друг друга знают. В основном живут молодые семьи с детьми. Мне очень нравится то, что он такой маленький, зеленый, свежий воздух. Была в многих других городах и как бы такого города никогда не видела. Степногорск – город талантов, это подтверждает сами художники. И для их самореализации им хотелось бы создание некого арт-пространства для того, чтобы собираться всем вместе, обсуждать интересные идеи, выставлять свои работы для того, чтобы их видели жители и смогли оценить их творчество.